Добрый вечер! Здравствуйте, все, кто смотрит в Мирополисе, все, кто смотрит на Ютубе и все, кто будет смотреть в записи. Желаю всем хорошего вечера. И сегодня мы проходим по второму кругу нашего цикла по дубликации. То есть мы, кто уже смотрел, те знают, что весь цикл разделен на 8 частей. Каждую часть мы на одном вебинаре рассматриваем подробно. И мы уже 8 частей прошли, и сегодня мы начинаем как бы новый круг. Это может быть полезно тому, кто хочет еще раз что-то посмотреть, потому что все равно каждый раз идет по-разному подача материала. И, в принципе, будут какие-то добавки, дополнения, которые, может быть, я что-то по ходу действия еще найду. Но в целом мы как бы начинаем сегодня опять с первой части и идем по тому же кругу. Для новичков говорю, что меня зовут Любовь Федорова. Я региональный куратор Латвии. И сейчас, пока мы не можем встречаться вживую, не можем проводить вебинары и семинары всевозможные, тренинги, то вот пока мы это делаем онлайн, и я сейчас, можно так сказать, делюсь своим опытом по дубликации. Вот как раз вот старый слайд у меня здесь остался. Это в 2021 году мы решили все это запустить. Итак, мы рассматриваем основные семь задач спонсора или, можно сказать, семь задач наставника, которому хотелось бы подражать. То есть мы учимся быть наставником, который умеет сам правильно делать какие-то шаги для того, чтобы запустить свой бизнес, для того, чтобы создать команду. И учимся быть наставником для своих партнеров, приглашенных, кого мы берем в свою команду, и кто хочет научиться делать то же самое, что делаем мы. Также создавать команду, строить структуру, делать свой бизнес и зарабатывать деньги. И сегодня вот мы как раз рассматриваем постановку целей. Мы будем говорить о наших целях. Целей у нас, как правило, бывает много разных, на разных этапах. Есть такие, которые достаточно маленькие, и мы быстро понимаем, чего мы хотим, и мы понимаем, как мы быстро можем ее достигнуть, что нам для этого нужно. А есть цели достаточно крупные, грандиозные, можно сказать, наши мечты. И если мы правильно к этому подойдем, то мы любую свою мечту можем осуществить. То есть если мы научимся из мечты сделать цель, то есть свою мечту сделать целью, мы знаем, как идти... Так, секундочку. Мы знаем, как идти к своей мечте, мы знаем, как осуществить... Вернее, как ставить цель, мы знаем, как к ней идти, для того, чтобы ее достичь. И таким образом мы можем спокойно прийти к этой мечте путем правильной постановки цели. Итак, если мы научимся свою мечту сделать целью, то все у нас получится. И она тогда не останется где-то на вершине горы, недостижимая, а мы уже тогда к ней подойдем профессионально. Мы будем понимать, что нам нужно сделать, какие нам нужно сделать шаги, чтобы к ней прийти. И таким образом, работая с собой, мы... Нет, неправильно. Неправильно я говорю. Неправильно начала. Мы часто делаем немножечко неправильно. Мы чего-то хотим, но всегда думаем, сегодня я, наверное, не буду это начинать. Я начну с понедельника или с первого числа месяца. Я вот точно уже начну это делать, да, чтобы прийти к своей цели, чтобы прийти к желаемому. Но вот пока я не в ресурсе, пока мне надо там еще немножко полежать на диване, мне немножко отдохнуть. Вот я соберусь силами, и вот завтра я точно буду лучше, чем сегодня. То есть нам кажется, что я будущий будет лучше, чем я сегодняшний. Вот я все это продумаю, я буду более трудолюбивой, я там... Ну, все. Я вот потом еще чуть-чуть, и потом я начну. Нет, это все неправильно. Если мы понимаем, что у нас есть цель, значит, мы должны начинать сегодня и сейчас. То есть мы прямо сегодня ставим эту цель. Мы расписываем шаги, по которым мы будем идти. Потому что если мы будем оставлять это в каких-то диванных мечтах, скажем так, то понимая, что нам многого хочется, но мы пока еще ничего не начали делать, потому что мы еще не знаем, как туда идти. И таким образом получается, что мы делаем какие-то масштабные, невыполнимые такие себе... Такие цели ставим, что не зная, с чего начать, видя, что мы не приближаемся к этой цели, у нас начинает падать мотивация. Потому что когда мы просто думаем и ничего не визуализируем, не переносим на бумагу, то, скорее всего, 10 из 9 таких желаний не исполняются. Они сами по себе не придут. У нас не только мотивация падает, у нас самооценка падает, у нас уважение к себе падает. Поэтому очень важно научиться совершенно правильно ставить эти цели. Потому что если мы их ставим, и мы к ним идем, мы знаем, что есть цели долгосрочные, есть цели краткосрочные. И если мы ставим долгосрочную цель, мы знаем, что к ней нужно идти поэтапно, тогда мы и разбиваем на этапы свой путь. И тогда получается, что мы идем одно достижение, потом следующее достижение на следующем этапе. И когда вот мы как раз приближаемся таким образом, поступенчато к своей цели, вот тогда у нас и мотивация поднимается, тогда у нас и появляется сила, вера в себя, и нам будет хотеться все больше делать новые-новые достижения. Потому что заставить нас идти к своей цели, в принципе, могут только две причины, такие самые основные. Это первое. Либо у нас есть сумасшедшая нужда, и мы понимаем, что нам во что бы то ни стало, нужно прийти к этому и выполнить поставленную задачу перед нами. Либо это безумное желание получить что-либо. Вот эти два таких сильных мотиватора, два толкателя, которые заставят нас все-таки идти к своей цели. Иначе у нас, в принципе, может и не получиться. Для того, чтобы научиться правильно ставить свою цель, существует такая система, можно сказать. Она называется SMART. Это когда SMART – это метод. Метод, который включает в себя описание, он описывает все шаги, которые мы делаем к своей цели. То есть цель должна быть конкретная. Мы должны четко понимать, чего мы хотим. Мы должны четко понимать, какого результата в конечном итоге я хочу достигнуть. Прямо вот мы должны видеть, визуализировать, мы должны видеть себя на том конце нашего пути. То есть полностью, абсолютно конкретное. Второе определение – цель должна быть измерима. Мы должны понимать, когда именно будет считаться, что цель достигнута. мы должны понимать, какой показатель нам об этом скажет, что все, мы уже пришли. То есть мы должны полностью ее измерить и определить вот этот вот момент, какими параметрами мы можем весь этот процесс измерить и в дальнейшем конечный результат. Она должна быть абсолютно достижимой. То есть она должна быть реалистичная, реалистичная, вернее, достижимая в плане того, что мы должны понимать, хватает ли у нас вообще наших ресурсов. На этой ли планете мы находимся, на которой должна осуществиться наша мечта или наша цель. Да, хватает ли у нас временных ресурсов, финансовых может быть, трудовых каких-то, энергетических ресурсов. То есть мы понимаем, что мы умеем, мы знаем, на что мы способны. И зная, что у нас на все это должно хватить там времени, денег, сил, тогда мы только ставим эту цель. То есть мы не можем придумывать какой-то себе воздушный замок, абсолютно неосуществимый, и сидеть и мечтать, что когда-то это придет. Нет, это не придет. Это придет только тогда, когда это станет целью, когда эта цель будет совершенно достижима, измерена нашими возможностями. Она должна быть реалистичной. То есть мы понимаем, что она сбудется, то есть она должна быть ценной для нас, она должна иметь какую-то выгоду, она должна показать нам, что в нашей жизни изменится к лучшему, когда мы достигнем этой цели. То есть выгода, выгода, еще раз выгода, есть выгода, будет мотивация, не будет выгоды, не будет никакой мотивации. И она должна быть определена во времени. То есть мы должны четко понимать временные рамки, когда эта цель должна быть достигнута. Для этого мы сможем, вернее, благодаря этому мы сможем сделать весь процесс достаточно управляемым. Мы будем понимать, что мы уже сделали, чего мы еще не сделали. Вот так же, если мы поэтапно разбиваем нашу дорогу к этой цели, тогда мы четко будем понимать, здесь мы в сроке уложились, здесь мы в сроке уложились, здесь мы в сроке уложились. Возьмите, к примеру, любой подряд, да, там происходит стройка, есть подряд, есть сроки, вы в сроке уложились, вы получили обещанную плату, не уложились ваши проблемы. То есть была поставлена задача, и в обязательном порядке оговариваются сроки. Точно так же, как и оговаривается конечный результат, что в конечном результате должно получиться. Ну, например, если взять, допустим, самый-самый такой простой пример. Я хочу читать больше книг. Вернее, я хочу стать умнее. Но нужно конкретизировать все-таки. Умнее это от чего можно стать? Ну, допустим, от того, что я буду читать больше книг. То есть не стать умнее, а читать больше книг. Дальше. Что такое больше? Для кого-то, допустим, больше книг, там много книг, это 10. А для кого-то это может быть 50. То есть нужно, как вот то, что мы сейчас говорили, да, измеримость. То есть прочитать, допустим, 10 книг. Потому что мы можем, знаете, подумать так. Ну, вот я сейчас прочитаю 100 книг, я стану умнее, я там найду какую-то информацию. Благодаря этой информации я открою, не знаю, 5 компаний за год, и каждая из компаний мне принесет доход. То есть мы понимаем, разве это достижимо? Ну, недостижимо это. Если у нас не проговорена конкретика, ну, не будет она достижима. То есть пока мы это загадываем, у нас вроде бы мотивация растет, но когда мы начинаем осуществлять и понимаем, что задача поставлена неправильно, осуществлять мы ее никак не можем, но ничего у нас не получается. То есть у нас мотивация падает, и вообще как бы на это все закрываются глаза. Поэтому мы будем говорить не прочитать 100 книг, да, а я буду читать, допустим, 20 книг за год. Тогда понятно. Ага, мы понимаем, у нас есть год, у нас есть 20 книг, тогда мы, значит, их прочтем, прочтем. Вот. То есть, ну, вот опять-таки, как мы будем разбивать эту большую цель годовую на подцели? То есть 20 книг за год, но давайте разобьем, что каждые 3 месяца, или каждый месяц у меня должны будут как минимум, там, ну, 2 книги у меня в месяц должны быть прочитаны, потому что если у меня этого не будет происходить, то с каждым месяцем у меня будет накапливаться, ну, вроде бы, как долг перед собой, да, и к концу года 20 книг опять-таки станут нереальными. Поэтому если мы разобьем на какие-то подцели, тогда нам будет легче двигаться, да. То есть, например, мы будем говорить, ну, вот в месяц 2 книги, да. Вот. И тогда у нас как бы все идет по плану. Дальше мы должны понимать, для чего, что за книги. Да, нам книги нужны, все, мы пришли к тому, что мы стать умнее, мы будем читать книги, как мы будем читать, сколько мы будем читать, вот. Но мы должны понимать, для чего нам это нужно, что нам эти книги принесут. То есть, если мы, допустим, изучаем какую-то науку, то, естественно, мы будем, значит, себе планировать, что мне нужно вот там для повышения квалификации какие-то профессиональные, какие-то профессиональные книги читать, да, там, или, ну, то есть мы конкретно, чем мы занимаемся, или то, для чего нам нужны эти книги в конечном итоге, для расширения кругозора, или там, не знаю, или, может быть, нам нужно писать какое-то сочинение или дипломную работу, мы тогда понимаем, какие именно нам книги нужны. То есть мы прописываем, прописываем эти книги в зависимости от того, какое они значение имеют для нас, да, что именно они нам должны дать. Вот, ну, и, естественно, они должны быть абсолютно ограничены по времени, о чем мы уже говорили, я не буду повторяться. То есть мы пишем обязательно сроки, когда нам нужно, в принципе, закончить эту задачу, которую мы перед собой поставили. Вот, и кто, допустим, никогда не задумывался о том, как поставить цель, да, по каким параметрам, по какой системе выстроить свою цель, каким критериям, допустим, она должна отвечать, то можете попробовать сейчас, ведь у каждого у нас есть и мечта, и какая-то цель, и какие-то желания, то можно вот прямо сейчас взять и переписать ту цель, которая у нас уже существует, или проанализировать хотя бы по вот этой вот системе и посмотреть, правильно ли был изначально наш путь намечен, может быть, сейчас что-то изменится в дальнейших наших действиях на пути к достижению нашей цели, потому что в моем случае получилось именно так. Я такие вот, когда узнала о том, что существуют определенные критерии, по которым можно, основываясь на которые, да, ориентируясь на которые, можно описать четко свою цель, и у меня получилось, вот лично у меня получилось так, что я поняла, что где-то я немножечко неправильно делала, ну, как бы даже не в ту сторону себя повела, да, к достижению, не ту дорогу себе даже выбрала, вот. А где-то в какой-то момент у меня просто более визуально нарисовался, более четко нарисовался этот путь, вот этот поступенчатый путь, пошаговый, что мне нужно было делать. То есть я немножечко глубже посмотрела и увидела, какие мелочи я немножечко не учитывала. И вот с учетом этого у меня получилось, что я пересмотрела, и мой путь получился немножко другим. Вот. Ну, очень хорошо привести пример, вот рассмотреть можно пример конкретно на нашей работе, на нашей партнерской программе. Если мы, допустим, ставим себе цель и к концу года стать топ-экспертом, то мы четко можем прописать по месяцам, что нам нужно делать для того, чтобы прийти к конечной цели. То есть мы понимаем, что для того, чтобы прийти к лидеру, нам нужно там 10 человек в первую линию, там столько-то, столько, там нужно сделать продаж, там 3 человека нам нужны стопроцентно с... Ну, мы знаем, да, я не буду это вслух произносить, то есть какие должны быть инвестиции. То есть мы прекрасно понимаем, да, как только мы доходим до лидера, мы понимаем, что следующий наш шаг будет мастер, но для этого нам нужно создать своих трех лидеров, и то есть мы помогаем, мы учим их пройти тот же путь, который только что прошли мы. И вот тут мы четко знаем, у нас есть четко ступени, мы четко можем определить, сколько времени для этого нужно, сколько людей нам для этого нужно, да. То есть вот на нашем примере мы можем очень хорошо и доступно для себя рассмотреть вот этот метод постановки цели. Также есть еще один метод достижения цели за 12 этапов. Эту методику тоже я прочитала в книге, потом видела ролик и документальный фильм об этом. Мне очень понравилось, поэтому мне хотелось бы о ней тоже вам рассказать. Она, конечно, очень переплетается с системой SMART, просто система SMART – это конкретных пять критериев, а здесь получается 12 этапов, немножечко больше, немножечко шире, как нам идти к своей цели. То есть первое, самое важное, наше желание, вернее, вот когда мы ставим цель, это должно быть наше желание, это должно быть наше личное, не чужое, не для родителей. Мы там, родители хотели музыкальную школу, нате вам, пожалуйста, отходи. Как вот была ситуация, допустим, у моего мужа. Он не хотел заниматься музыкой, а родители очень хотели. И он пошел, потому что был маленький, не мог спротивляться, и он как бы пошел учиться, он отучился, он получил красный диплом, но придя домой, он подарил маме диплом, он сказал, ты хотел, он же был взрослый человек, он же был подросток с трудным характером, тем не менее он закончил эту музыкальную школу, подарил маме свой диплом. То есть и в жизни она ему ни разу не пригодилась, потому что он настолько, наверное, мне так кажется, заблокировал все это, он настолько отвергал все это, что даже никогда не рассматривал, что где-то как-то музыка могла пересечься с его какими-то жизненными путями. То есть желание наше должно быть наше личное. Тогда мы будем к нему идти, и у нас тогда будет мотивация, а не так, что мы делаем спустя рукава, но потому что кто-то это хотел, и я, чтобы от меня отцепились, я ему это пообещал. Второе – это должна быть все-таки вера, вера в исполнение цели. Она должна быть абсолютно реалистичной, то есть мы уже как это обговаривали, то есть мы смотрим, что ресурсов у нас хватает. Она должна быть совершенно понятна нашему подсознанию. Например, если мы на сегодняшний день, к примеру, даже достаточно успешный человек, и получаем, ну давайте будем красивые цифры называть, мы будем к ним стремиться, 20 тысяч евро в год у нас идет зарплата. И мы говорим, мы хотим, вот я бы хотела зарабатывать больше, давай я сейчас поставлю себе 1 миллион в год, но не заработаю я 1 миллион, но тем не менее пусть эта цифра там у меня стоит, чтобы за следующий год я заработал 1 миллион. Понимаете, она настолько нереалистичная с условием, при условии тех наших ресурсов, которые у нас есть, что наше подсознание его не принимает, не воспринимает, и не будет работать наш мозг на то, чтобы достичь этой цели. Вот, поэтому если мы будем понимать, что хотя бы на вероятность исполнения нашей цели 50 на 50, то наше подсознание уже за нее берется и будет искать способы, как этого достичь, то есть будет обдумывать, будет готово наше подсознание, и мы будем готовы к каким-то новым трудностям, новым задачам, но мы будем понимать, что если мы загадали себе, например, за следующий год заработать 30 тысяч, было 20, а мы решили 30, то есть мы на 50% только подняли планочку, то в принципе это очень реалистичное и очень возможно для исполнения цели. Поэтому хорошо, когда мы даем какие-то трудности, просто если мы остаемся на том же этапе, то мы в принципе и напрягаться не будем. Если мы 20 себе поставили на следующий год, ну и хорошо, мы будем в том же ритме работать. Если мы ставим планочку немножко выше, то это получается, что мы делаем дополнительные себе какие-то трудности, задаем такие, и мы будем чаще выходить из зоны комфорта. Нам придется это делать. И это тоже, это и мотивирует, и все-таки это помогает, и это нас самих поднимает в наших глазах, потому что дальше, если мы этого достигнем, мы будем повышать опять планку, мы сможем еще повысить эту планку. И когда мы создаем для себя какие-то трудности или, может быть, жизненные ситуации для нас создают эти трудности, и нам все-таки нужно будет это сделать, то очень хорошо, когда вот у нас появляется вот это «надо», да, мне вроде бы как и не очень хочется, мне вроде бы как не очень комфортно, но надо это сделать. Тогда нужно подумать, чтобы вот в этом «надо» найти то, что хочу, и выполнить с легкостью и с удовольствием, потому что когда у нас есть список дел, которых мы хотим выполнить, то у нас есть энергия, есть и позитив, и радость, и мотивация какая-то, какая-то страсть, и мы можем долго концентрироваться на этом деле. Если у нас есть что-то «надо», это также относится и к не своей цели, не к своему желанию, оно тогда будет просто вот такое одно большое сплошное «надо», да, то у нас и нет вдохновения, у нас есть какое-то внутреннее сопротивление, у нас и включается и лень, и апатия, и мы найдем тысячу причин, по которым мы якобы не можем это делать, но нам надо, и мы все равно это делаем с трудностью, и нам очень неприятно. Поэтому очень хорошо, если на нашем пути встречаются дела с меточкой «надо», то очень хорошо, что когда мы в них будем что-то находить хорошее и делать то, что хочу. Ну, как один тренер рассказала, я очень люблю музыку, очень люблю ездить за рулем машины, но мне нужно было в командировку съездить в очень неприятное место, и мне очень не хотелось туда ехать, и чтобы всю дорогу не накручивать себя, что я еду туда, куда мне не хочется, я встречу с теми людьми, с которыми мне тяжело общаться, и мне нужно будет там что-то сделать, говорит, я решила, что я сяду на машину и поеду, включу свою любимую музыку, и всю дорогу я буду наслаждаться ездой, и всю дорогу я буду наслаждаться музыкой, и я не буду себя накручивать, а потом я приеду, сделаю и опять уеду. То есть, говорит, вот в этом всем процессе я выбрала хоть что-нибудь такое, которое мне доставляет удовольствие, сделать то, что я хочу, потому что она говорит, я могла бы сесть на самолет полететь, или на автобус, но я бы всю дорогу сидела бы, об этом думала, а так, говорит, я просто была в какой-то своей стихии, мне было хорошо, и у меня как бы я заряжалась позитивом, пока приближалась вот к этому своему неприятному делу. Если бы у меня не было этого позитива рядом, то я бы, естественно, сидя там в самолете или в автобусе, я бы сидела и накручивала бы, накручивала бы, думала бы только об этом. А так у меня было что-то, что-то доставляло мне удовольствие, я просто решила, что я буду этим наслаждаться. Так же, мне кажется, вот и в любом деле. Дальше. Нужно записывать цели. То есть если цель не записана на бумаге, то можно сказать, что это всего лишь желание, что ее нет. Почему? Когда мы ее записываем во всех деталях, мы полностью ее продумываем, визуализируем. Допустим, если мы говорим, что мы хотим построить большой дом, давайте сегодня будем стройками заниматься, я хочу, в принципе, построить большой двухэтажный дом, чтобы у меня было для себя, для своей семьи. То, конечно же, как мы себе его представляем? Но это будет двухэтажный дом. Я примерно понимаю, что у меня там будет какой-то балкон. Я хочу, чтобы там была мансарда. Я хочу, чтобы там был под домом, допустим, гараж на две машины. Я хочу, чтобы была вот такая большая светлая кухня, у которой будет, допустим, три окна. И когда мы в деталях проговариваем эту цель, то она, можно сказать, уже воссоздается в нашем воображении, и мы будем четко понимать, по какому пути нам нужно к ней идти, и что нам нужно поэтапно для ее достижения сделать. Также необходимо, опять-таки, прописать, какая мне будет польза от того, что я достигну этой цели. То есть это то, о чем мы тоже уже говорили. Должны быть выгоды. Будет выгода, будет польза, будет мотивация к ней идти. Поэтому мы четко прописываем, что хорошего она нам принесет. То есть если это мы загадываем там деньги, то мы понимаем, для чего мне нужны эти деньги, чего я хочу достичь, пойти учиться или что-то приобрести. Поэтому мне нужны эти 30 тысяч, о которых мы говорили, которые мы загадали. Если мы говорим о доме, мы хотим строить дом, то мы понимаем, что в этот дом, допустим, у меня будет там жить моя семья, там будут жить мои дети, это крыша над головой, это не, допустим, съемная квартира или еще что-нибудь. То есть мы в любом случае проговариваем выгоды. Или мы понимаем, что этот дом будет большой, красивый, там будет поляна, мы там будут собираться, будут приезжать друзья-родственники, там и для детей какая польза, и играть, и загорать. То есть мы прописываем все. Опять-таки, когда мы это все прописываем, мы сами заряжаемся энергией, и у нас уже включается какой-то мотор, понимаете, идти к этой цели, уже что-то делать, нам уже хочется что-то делать, нам уже хочется что-то исполнять. Дальше. Мы теперь более серьезному, да, нам нужно проанализировать ситуацию. Это как бы пятый этап. Мы анализируем ситуацию, что у нас есть сегодня. То есть с чего мы уже успели достичь к данному моменту, с чего и с чем мы будем стартовать, откуда мы берем старт, да. То есть, ну, допустим, если человек хочет похудеть, он прежде всего, в первую очередь, встанет на весы, посмотрит, какой у него вес сегодня, и дальше от этого он будет уже, как говорится, плясать, да, что ему дальше нужно делать. Будет составлять свой рацион питания и дальше занятия какие-то физкультуры, да, сколько там на каждом этапе веса нужно сбросить. То есть очень четко человек будет проводить анализ существующей ситуации. Мы понимаем, то есть мы по финансам должны понимать, хватает ли у нас на сегодняшний день финансов, чтобы уже брать старт к своей цели, или, может быть, нам нужно вообще старт отложить, а нужно еще что-то подзаработать. Я по поводу выгод сейчас вспомнила еще одну вещь. Я вернусь сейчас к этому слайду, если у меня получится вернуться к этому слайду, про выгоды. Если мы пишем выгоды, очень хорошо прописать, допустим, просто прописать эти выгоды вот в столбик. И если у нас есть хотя бы две причины начинать путь к своей цели, то можно сказать, у нас уже есть мотивация. Да, она слабая, но она есть. Если у нас есть от пяти до десяти причин начинать путь к своей цели, то есть эти выгоды, которые мы получим, то у нас уже очень хорошая мотивация, у нас уже очень хорошая появится энергия к ней идти. Если же мы можем записать 20 причин и больше, вот прям вот подробно, 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 и когда мы увидим список вот такой вот огромный из выгод, которые нам даст достигнутая наша цель, то можно сказать, мы уже бульдозеры, нас уже ничего не остановит, у нас уже есть вера в себя, у нас уже есть энергия, мы уже просто не можем сами на месте стоять, и перед нами уже никто не устоит. То есть очень важно, чтобы мы прям видели, сколько у нас этих выгод, сколько у нас причин для того, чтобы начинать свой путь к цели. Естественно, мы, шестой этап, это устанавливаем срок, конечный срок, за который мы должны прийти к этой цели, для того, чтобы мы могли, знаете, даже, условно говоря, измерять расстояние, которое нам осталось до конца, до финиша. То есть мы разбиваем на какие-то подэтапы, и мы, проходя эти этапы, мы, знаете, как сантиметром меряем, вот, уже вот столько сделано, вот столько осталось, и каждый, с каждым шагом мы понимаем, нам остается все меньше, 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 меньше. Это тоже мотивация, это тоже та движущая сила, которая ведет нас к победе. потому что чувство, которое, чувство победы, это очень хорошая такая повышенная самооценка. То есть для нас очень важно, это вообще очень важно, чтобы у нас всегда была хорошая самооценка, чтобы мы были уверены в себе, чтобы мы были уверены в своих силах, уверены в своих действиях. Поэтому, когда мы идем по этому пути, И когда мы видим, что у нас уже что-то осуществилось, что у нас осталось все меньше и меньше, это очень повышает нашу оценку, самооценку и очень мотивирует. Немаловажным нужно будет подумать, какие препятствия нам нужно будет преодолеть. То есть какие трудности мы встретим на этом пути, чего нам не хватает для того, чтобы достичь своей цели. То есть мы их записываем, все эти препятствия, пересматриваем, анализируем. Самые сложные препятствия мы можем как под цели, как промежуточные цели записать. И прям когда мы уже их выявили, тогда мы можем их прям расписать на подпунктики, что нам нужно последовательно сделать, чтобы преодолеть это препятствие. То есть полностью все, ну понимаете, такой бизнес-план можно сказать. Как вот бизнес-план создается, точно так же мы, наша цель, это наш конечный результат нашего бизнес-плана. И вот мы таким образом прописываем все, чтобы все предусмотреть. Бывает такое, что мы расписали все препятствия, и когда мы их увидели на бумаге, когда мы поняли, что пока они были где-то в голове, мы понимали, ой, там же еще это будет, это, 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 у меня этого нет, у меня вот этого не достает. И нам казалось, что это много. Но как только мы прописали, прям упорядочили все на бумагу, мы четко сможем увидеть, так, это не проблема, это не проблема, это решится походу, а вот это мы вообще можем не брать вообще во внимание, а вот это мы можем обойти. И у нас вот этих препятствий может остаться гораздо меньше, чем, в принципе, изначально было в нашем видении. Поэтому, когда мы их прописываем, мы четко уже можем с каждой поработать, с каждым препятствием мы можем поработать. Возможно, нам будет не хватать каких-то знаний, то есть мы должны определить, какие дополнительные еще знания может быть, или дополнительные ресурсы нам понадобятся, это тоже немаловажно. Опять-таки, когда мы будем видеть те препятствия, которые нам нужно преодолеть, мы тут же сможем четко понимать, какие дополнительные нам нужны будут ресурсы, знания и все остальное. То есть что нам нужно изучить, кому нам, может быть, нужно обратиться за помощью. И таким образом мы опять-таки, у нас появляются, знаете, такие дополнительные планирования. Поэтому мы можем вот эти вот свои препятствия, расписав, определить, какие знания нам, что нам дополнительно, какие ресурсы нам нужны будут. Потом мы начинаем действовать. Так, мы видим, что тут у нас немножко не так пошло, как планировал. Сейчас мы перепланируем. Сейчас мы вот это вот пересписок, мы можем переписать, переделать. То есть когда мы делаем план... Так, да. Ну, к плану мы еще вернемся, да, но тем не менее. То есть мы, когда это все записываем, мы его видим и видим, что значимое, что незначимое. Так, это я как бы резюмирую. Дальше, следующий этап – это определить, допустим, помощь каких людей или организации нам потребуется. Не факт, что мы в одиночку можем дойти до своей цели. Мы можем обращаться к различным людям и за помощью, и за информацией какой-то. И когда мы понимаем, с какими людьми мы будем взаимодействовать, здесь работают такие три закона. Первый закон – закон возврата. Мы должны понимать, что никто нам ничего не должен. И если мы будем обращаться к человеку за какой-то помощью, то, понятное дело, у нас... Ну, вот мы как-то, мы к нему обращаемся, и нам хочется, чтобы этот человек к нам повернулся лицом, скажем так, чтобы он откликнулся, чтобы ему было приятно нам помогать. То есть это такой, знаете, закон, что посеешь, то и пожнёшь. Возможно, мы обратимся к тем людям, с которым у нас уже было какое-то взаимодействие. И если это было очень хорошее, дружественное какое-то сотрудничество какое-то, дружественное, то здорово этот человек с душой откликнется. Также существует закон компенсации. То есть это каждое действие получает равный по силе отклик. То есть человек должен понимать, почему он должен сейчас включиться и вам помогать. То есть либо мы предлагаем ему оплату за его действие, за его помощь. То есть мы об этом договариваемся. Либо мы... какой-то бартер у нас будет. Либо мы уже ему какую-то услугу оказали, и сейчас он с удовольствием нам отплатит и тоже нам поможет. То есть мы не должны забывать, что должна быть какая-то компенсация. Либо мы ему предлагаем какую-то свою услугу. То есть мы не будем ему платить деньгами, но мы будем предлагать ему услугу какую-то. И мы идем к нему с предложением, мы говорим, что вот так и так. Мне нужна твоя помощь, я могу тебе то-то, то-то, то-то в том-то тоже помочь. То есть должна быть все равно какая-то компенсация. Тогда вы сможете к этому человеку обратиться неоднократно. Если мы один раз, можно сказать, воспользовались помощью, воспользовались человеком и не сделали никакой обратного шага. Ну вот не хотелось повторять, но вот не было компенсации никакой. То ли наша совесть не позволит к нему обратиться, то ли человек просто откажет, найдет причины какие-то, скажет, нет, я не могу, и все, потому что ему будет неприятно, что им пользуются. Вот. Также есть еще такой закон услуги. Это дать больше, чем взять. Например, если мы посмотрим, как работают конкурирующие фирмы, то они предлагают всегда что-то дополнительное, чего-то предлагают, может быть, больше, чем фирма-конкурент за ту же оплату. Ну, там, допустим, очень легко это рассмотреть на телефонных компаниях, которые предлагают пакет все более расширенный, но либо за те же деньги, либо у нас все то же самое, что у них, но дешевле. То есть дается больше, чем дать взамен, чем попросить. Это тоже всегда очень приятно, когда человек, когда вы к человеку с открытой душой, и он видит, насколько вы открыты, сколько вы готовы дать, насколько вы благодарны ему за его помощь, что ему хочется и хочется принимать участие, и помогать, и советовать, и, ну, вот таким вот образом, да. Вот. Например, где-то я на каком-то тренинге слышала такой пример, и я поняла, как здорово, никогда об этом не задумывалась. Когда человек хочет, чтобы ему повысили зарплату, вот он человек, который работает на зарплату, и вот он хочет, чтобы ему повысили зарплату. И вот правильное или неправильное мышление у этого человека, когда он говорит, вот пусть мне заплатят больше, или там пусть мне повысят зарплату, вот тогда я буду работать лучше и буду делать больше. Вы понимаете, для работодателя это абсолютно, ну, как бы, неправильная позиция. Для того, чтобы работодатель увидел и заметил, нужно сначала дать больше, и потом тебе в благодарность будет повышена зарплата. То есть покажи, что ты умеешь работать лучше, покажи, продуктивнее. Вот. Я как-то никогда не задумывалась и думала, ну, да, мы же действительно, когда работаем, думаем, вот, как бы нам хотелось, чтобы нам повысили зарплату, как на зарплату работать. Да. То есть здесь тоже такой закон на услуги, он работает. То есть если мы даем больше, мы тогда и будем получать больше. Ну, это что касается вот этого девятого этапа, когда мы обращаемся за помощью кому-то. Потому что очень часто бывает, что нам действительно с самим не справиться, и нам нужна помощь. Вот. Дальше мы создаем план. Вот тут вот мы прям рисуем вот эту всю дорожку, по которой мы будем идти, да. То есть мы рисуем, пишем полностью, четко прописываем план, учитывая все детали. Мы уже знаем, какие у нас будут препятствия. То есть мы знаем свою цель, мы знаем под цели. Мы знаем конечный результат. Мы уже нарисовали себе, что мы хотим. Да, потому что, смотрите, опять-таки в строительстве все равно должен сначала быть, прежде чем распланировать, как мы будем строить фундамент, что мы туда будем закладывать, как мы будем первый этаж строить, как мы будем второй этаж строить. Нам в любом случае нужен уже план, рисунок, чертеж конечного результата, как это должно выглядеть, да. То есть мы знаем, какая у нас цель, мы знаем под цели. Если в доме это три уровня, но мы опять возвращаемся к строительству своего дома, да, это три уровня. Это фундамент, это первый этаж, это второй этаж. То есть это наши под цели. Дальше мы прописываем, какие у нас могут быть препятствия, то есть что у нас уже есть для того, чтобы мы начали этот путь, чего нам еще не хватает, какие могут препятствия, как мы их будем преодолевать. Да, вот все это мы прям четко уже прописали, знаем. И сейчас мы начинаем создавать план. Шаг номер один. Там выкопать для заливки фундамента, значит, мы копаем котлован, да. Так и здесь. План, создавая план, пишем пункт номер один, с чего мы начинаем. И пошагово, учитывая абсолютно все детали, которые у нас уже есть, мы начинаем прописывать свой план. Чем еще хорош этот план, когда мы начинаем осуществлять какие-то вот пункты из этого плана, вот мы пошли, пошли, и тут мы видим, что где-то что-то пошло не так. Как мы планировали. Какой-то не тот результат. Естественно, мы начинаем, перепланируем. И таким образом мы можем эти пункты писать, переписывать, убирать, добавлять. Прям, знаете, вот пока у нас прям не получится идеального плана, потому что мы даже по ходу можем много раз менять. То есть мы можем по приоритетности классифицировать наши задачи. Сначала первым делом это, 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 да, потом как мы к каждой задаче идем. То есть это, конечно, очень большая, грандиозная работа, и, может быть, когда я так рассказываю в этих деталях, кажется, что это так много всего, нужно думать и писать, но это здорово начинать работу, когда вот так вот подробно мы знаем, что, зачем нам нужно делать. Вот. Создаем план, совершенствуем его, изменяем, по ходу работы изменяем, что-то добавляем, делаем. Все, пошли, пошли. Одиннадцатый пункт, очень приятный, это визуализация. Мы всегда должны видеть себя уже там, в своей мечте, что она уже сбылась. Мы должны визуализировать свою достигнутую цель. То есть, не знаю, нарисовать картинку, допустим, у нас была картинка, был чертеж дома, ну давайте мы сделаем красивый дом, прям красивый. Мы себе представляем, как у нас там бассейн есть, как мы в шезлонке загораем, там, не знаю, на другом бассейне сидим. Так, прям представляете себе каждое окно, как вы себе хотели его. То есть, фантазировать, мечтать, визуализировать и заряжать себя этой положительной энергией, заряжать себя вот этим кайфом. Да, я тоже прошу прощения за такое слово, но мы просто балдеем от того, к какой хорошей цели мы идем. Мы балдеем от того, что мы расписали все, и мы четко знаем, что нам нужно сделать, чтобы наша мечта сбылась. То есть, заряжаем себя позитивом. Ведь наш мозг как работает? Если мы получаем какое-то удовольствие, извините, как наркотик получает наркоман, и он в этой эйфории находится, и его мозг получает зависимость от этой эйфории, и он все время просит дать ему эту дозу. Точно так же давайте мы будем получать эйфорию от своей мечты, от визуализации своей мечты, представляя себя там, на той вершине, на которой когда-то стояла наша мечта, и мы не знали, как к ней идти, а сейчас мы знаем, как туда идти, мы четко понимаем, когда мы к ней придем, и все, и мы себя уже представляем, что вот у нас такой большой мост, уже нет никакой пропасти между нами, нашей мечтой. И вот мы будем от этого получать вот эту эйфорию, и вот эти гормоны радости, он будет вырабатываться нашим мозгом, и он будет все время нас подстегивать. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее идем туда, идем вот к этому удовольствию, вот к этому кайфу. То есть это очень важно, всегда визуализировать и наслаждаться той картинкой, которую мы себе рисуем, и себя видеть там внутри. Ну и как бы хочется сказать, что является двенадцатым этапом, дать себе обещание прописать его, не сдаваться и дойти до конца, что никакие трудности меня не сломят. Я умный, целеустремленный человек, я прекрасно понимаю, как бороться с трудностями. Даже я уже все продумал, я все предусмотрел, но даже если на моем пути что-то встретится непредвиденное, я уже умею это принять, рассмотреть и прописать, как я буду это преодолевать. То есть когда мы дадим себе вот такое вот обещание, то у нас вера в себя и вера в достижение нашей цели и мечты, она будет только укрепляться. И это тоже очень важно. Знаете, как спортсмены. Он знает, что ему нужно дойти до финиша там, или он знает, что ему нужна золотая медаль, первое место. Ну и что, что он падает? Сколько раз спортсмены падают? Упал, встал, пошел, упал, встал, пошел, побежал дальше. То есть он просто думал, почему я упал? Ага, я там это сделал неправильно, все, я в следующий раз не упаду, я добегу. То есть как бы упорство, упорство – это и есть какая-то мера веры в себя. И если у нас есть вера в себя, если мы ее не теряем, ее никто у нас не сломает. И мы сможем правильно поставить свою цель и достигнуть ее. Еще есть такое задание, его тоже на многих тренингах дают. И я как бы тоже хочу об этом сказать. Может быть, кто-то еще не делал, может быть, кто-то делал и знает, как это работает. То можно составить просто карту желаний. То есть карту желаний, карту целей. Не знаю, и, допустим, взять плакат, в серединочку свою фотографию поместить, и вокруг прям вот картинки разных-разных-разных интересных моментов, которые мы хотели бы, чтобы в нашей жизни произошли. То есть наши цели, допустим, мы хотим попутешествовать, я хочу много зарабатывать, я хочу там молодые, у кого нет семьи, я хочу там семью и детей, я кто-то хочет машину, вот именно там кабриолет хочу, или еще какую-то, да, прям вот наклеить, найти в журналах такие картинки, наклеить их сюда и видеть себя в окружении вот этого всего. Тогда нам проще будет визуализировать. Это то, о чем мы говорили, делать эту красивую картинку. Это работает, это делает какой-то посыл во Вселенную, посыл, энергетический посыл, не знаю, туда высшим силам, да, и это все осуществляется. Реально все осуществляется. Вот выглядит, допустим, к примеру, картинка такая, да, то есть все самое-самое интересное, классное, лучшее, то, что мы хотим достигнуть, где мы хотели бы побывать, как бы мы хотели себя почувствовать, вот счастливый, богатый, не знаю, вот, сделайте такую картинку, оно реально работает. И это тоже помогает не терять надежду и мотивацию идти к своим целям. Вот, в принципе, это все, что я хотела сегодня сказать о целях. Я благодарю всех за внимание. Сейчас можно сделать небольшой перерыв, и дальше, кто желает, переключайтесь на следующий вебинар, вебинар Владимира Маслова. Он сейчас находится во Вьетнаме, на карантине. Я думаю, он нам расскажет что-нибудь интересное, как это все происходило. Кто видел чаты, эти видели, он писал, как их в аэропорту встречали, переодевали прям всякие костюмы защитные. И они отправлялись в гостиницу, где оставались на карантине, где их там кормить. Он сказал, что кормят отдельно, приносят все в номер. И вот они там должны были отсидеть, по-моему, он сказал, 14 дней. Так что сейчас, если мы подключимся к вебинару, все из первых уст узнаете. Я с вами прощаюсь, всего доброго. И хочу поставить ролик, который мне очень нравится, который призывает не расставаться со своей мечтой, а делать все, предлагать все силы для того, чтобы она осуществилась. только почему-то ролик не идет. Не хочет ролик идти? Тогда все, тогда прощаемся. Всего хорошего. До свидания. И до следующего четверга мы будем говорить о второй задаче, о создании книги контактов и как с ними работать. Все. Все.